всем привет друзья с вами мамонты в этом видео вам покажу как мой подписчик пошел в студию к разработчикам он там узнал когда выйдет пас на рынок поэтому ребятушки советую досмотреть до конца это будет реально интересное видео и обязательно не забудьте подписаться на человека который был у разработчиков студии это же видео о нем и у него кстати на канале очень хороший микрофон и качественные видео поэтому ссылка в описании кстати в этом видео целых два конкурса на два ножа два промокода ребятушки чтобы получить один промокод нужно просто подписаться на канал и оставить свой комментарий со своим айди стендов 2 чтобы получить второй промокод нужно просто подписаться на мои группы которые находятся в описании первая группа по багам вторая группа по рекламе то есть вы просто должны подписаться на две группы в к и после я объявлю в telegram канале итоги на победителя так что все ссылочки в описании и оставляйте свой комментарий со своим айди и чем больше вы напишите комментариев сайди тем больше шанс выиграть так что удачи и приятного просмотра ребята сейчас будет кое-что она вот прям интересное связаны с хэллоуином приготовьтесь просто это пушечка просто с наслаждение а все а все больше нельзя ребят больше нельзя сами думайте что это такое все давайте вернемся к теме студии мой подписчик попал в студию аксел болт и снял для нас видео чтобы я его показал на моем канале поэтому приготовьтесь увидеть просто лютую инфу наверное что-то интересное я еще сам не смотрел до конца давайте посмотрим что же там короче нашел студию аксель болт вот студия мне разрешили конечно жаль на интервью мне не получится с разработчиками они уезжают куда не знаем можем видеть playstation понимаю у них много чего тут другие офис это я так понял у них главное место где они разрабатывают все так понял и вот логотип аксель болт да реально написано аксель болт я отразил ролик как вы видите все реально честно он находится на высоте значит это реально та самая студия но с виду это больше похоже на комнату для развлечений а не на студию либо знаете такая зона комфорта где можно придумать какие-то новые идеи поговорить с работниками и так далее обсудить что-то новенькое хэллоуин обнову например да ладно ладно все какая там хэллоуин обновича я очень сильно благодарен этому подписчику за то что он реально пошел туда и снял это видео просто гений все кто помнит было елка и хэллоуин вот тут было ну да короче это видеоролик был от канал ред красный пиджат у джин так что он даже не думайте украсть его и плюс это человек точнее подписчик скинул мне еще голосовые которые я сейчас вам включу ну и не забывайте конечно подписываться на него он ради вас ради подписчиков пошел в студию ну это реально героический поступок хорош щел хватило смелости пойти туда ну я честно я бы засал это стремно ну блин идти к разработчикам это жесть поставьте его на свое место точнее наоборот ну вы поняли другие если что комнаты я не не снял потому что мне не разрешили типа вода это показное помещение авторы помещения там уже компьютеры стоят мощные и там первый кабинет справа как будешь заходить типа с лифта выходишь идешь направо там будет мощно это и там если чё делали карту новую ну типа либо карту делали либо чё-то прорабатывали когда я заходил короче разработчики сейчас по ходу уезжают по его словам поэтому интервью они не записали и он увидел как разработчики что-то там прорабатывали какую-то карту возможно возможно все возможно возможно это есть новая карта какая-то для хэллоуин режимом я думаю если разработчики с посмотрят в мое видео они такие то ты уже задолбал за своим хэллоуин режимом закрой свой рот но все же ребята возможно это хэллоуин режим поэтому ну какие еще варианты могут быть то есть подписчик получается увидел как разработчики разрабатывают какую-то там новую карту он в принципе просто наверное счета ошибся показалось может быть но он что-то доведел ребят и к сожалению интервью него записать не получилось то есть разработчики его не приняли то есть ну они куда то уезжают поэтому времени не было и возможно следующий раз на его канале уже выйдет полноценные интервью с разработчиками но это не точно я не знаю он мне больше ничего не говорил это все что он мне сказал но и он сказал что разрешили снимать если разрешили значит можно в принципе об этом говорить это не запрещено и не конфиденциально поэтому ребятушки поставьте лайк а теперь обсудим dragon пас dragon рейс пас или как он там вы думаете я забуду про слив который он мне сказал про который мне намекнул точнее про dragon рейс у нее ребят вы должны это услышать он мне сказал что разработчики когда вернутся через недельку выпустят пас это по его логике броу конечно я хиза но можешь попробовать конечно снять ну без бы я хочу тоже сделать видос знаешь если чё я самый первый игрок кто пришел за четыре года в студию аксель болт если чё самый первый игрок если что он кстати не первый игрок были еще до него много ребят но он походу просто не в курсе поэтому подумал что он был первый а сейчас по его словам якобы слив когда выйдет dragon race на рынок я не знаю правда это или нет но мы должны послушать в принципе сделать выводы я думаю он прав потому что он же был в студии а мы не давать послушаем его голосовое сообщение короче чтобы ты мне не писал что я где-то этот видос взял короче я сегодня в студии был аксель болт мэйби хотел интервью записать их не было скажу так у них сейчас сам ремонт идет и заранее говорю пач не пать и на рынок выйдут через недельку они как раз все вернутся в студию обратно и скины выйдут на рынок я не знаю правда ли выйдут скины или нет из чего он вообще взял что скины должны выйти через недельку все возможно из-за того что ему сказали вот там разработчики уезжают на неделю поэтому вы не увидите разработчиков целую неделю и он подумал такой блин вот разраб уезжает по ходу когда приеду через неделю пас выйдет на рынок но ребятушки хочу вас обрадовать и не хочу огорчать но все-таки лучше только огорчить разработчики когда угодно могут выпустить пас на рынок даже спустя месяц и такое уже было и не один раз поэтому рано радоваться возможно и не через неделю а возможно и через три недели эти слова этого пацика они не подтверждают ничего ну то есть он был в студии он сделал свои предположения окей может быть но не стопроцентная инфа кстати если понравилось видео скиньте его своим друзьям обязательно мне будет приятно кстати советую вам посмотреть видос про секретную наклейку это прям реально интересный поэтому нажимайте смотрите до конца приятного просмотра